Продолжение следует... ...двигатели Дуйнова. Ну, для начала... Те, кто инвестирует, станут совладельцами по разработке и серийному выпуску мотор-колес Дуйнова асинхронные двигатели по технологии «Славянка». Дмитрий Дуйнов вместе со своей командой нацелен выйти на мировой рынок. Асинхронные двигатели нового поколения, благодаря использованию запатентованного типа совмещенных обмоток, получили название «Славянка». Двигатели Дуйнова, друзья, не имеют аналогов и обладают характеристиками, которые значительно превосходят характеристики всех современных электромоторов. Сейчас проект уже реализован по программе «Минимум». В Зеленограде создана испытательная лаборатория и опытный участок, которые оснащены самым, повторяюсь, самым современным стендовым оборудованием. На стенде производятся ежедневные испытания, введено в эксплуатацию литейное, лазерное и намоточный станок. То есть литейное и лазерное оборудование. Как вы понимаете, и проект получил поддержку, что немаловажно, правительству Москвы и выгодные условия для строительства будущего предприятия компания «Совэлмаш» вошла в особую экономическую зону. Технополис Москва. Это очень серьезно. И получил земельный участок на площадке Алабушева, где летом планировалось этого года начнется строительство инженерингового центра и проектно-конструкторского бюро для разработки, проектирования и выпуска синхронных двигателей по технологии совмещенных обмоток «Славянка». Но, друзья, вы все знаете, как у нас Россия-матушка, да, дураки и дороги. И, ну, не в обиду чиновникам, например, тянули с документами, чтобы войти в особую экономическую зону, почти 9 месяцев. То комиссии менялись, то отпуска были летние и так далее. Поэтому строительство начнется не раньше декабря месяца. Строить будут чехи. Но вы не переживайте. Как-то кто-то задал на вебинаре вопрос, а как же бетон застывать будет. Не переживайте. Там люди будут строить не дурнее нас с вами, которые разбираются в строительстве. И не просто так очень долго выбирали подрядчика, понимаете. Значит, разработка после строительства и запуска центра, на чем компания пытается заработать, да, будет зарабатывать. Это разработка и проектирование по требованию заказчика новых электродвигателей. Перепроектирование двигателей заказчика с использованием славянки. Продажа лицензий, поставка, постановка, точнее, на территории производства заказчика самого производства электродвигателей. Выпуск собственной продукции электродвигателей. Моторы славянка. Так что вот такие вот, друзья, новости. Что, какие еще преимущества? И где вообще применяются вот эти вещи? Асинхронные двигатели. Ну, друзья, это электроинструменты, там, дрели, перфораторы, шрифовальные машины, рубанки, фуганки, бытовая техника, это холодильники, СВЧ-печи, пылесосы, промышленное оборудование, можно назвать там, ну, все перечислять не буду, допустим, насосы, станки, станки в особенности, да, металлургической промышленности, производство военной техники и многое-многое другое. Благодаря данному решению при сохранении мощности повышается КПД-система, в которой применяется устройство. А нагрев двигателя минимален за счет уникальной обмотки. Аналогов такому двигателю нет, друзья. Просто нет в мире. Вообще. Хе-хе-хе. Вообще нет. Ну, и, значит, чисто технически это увеличение крутящего момента до 50%, увеличение максимальной скорости на 10%, увеличение дальности поездки до 25%, улучшение разгонных характеристик на 30%. И где уже используются двигатели? После многолетних испытаний были созданы действующие образцы асинхронных двигателей. То есть уже есть все это дело. Получены десятки патентов на изобретение. Сейчас разработаны и опробованы на практике более 200 схем применения совмещенных обмоток. Для различных габаритов электродвигателей компания СПП имеет лицензию на производство асинхронных двигателей по технологии славянка и уже занимаются серийным выпуском двигателей моделей ДА-90С, ДА-100С-85 и ДА-100С-120. Эти двигатели уже находятся в свободной продаже. Различные компании и партнеры оснащают этими двигателями свои модели электротранспорта уже сегодня, друзья. Уже сегодня. Мотор-колесо. Ну, это одна из самых знаменитых разработок Дуйнова. Это первое в мире асинхронное мотор-колесо без использования в конструкции постоянных магнитов. За счет чего обеспечивается снижение на 30% веса и материала емкости в сравнении с двигателем со стандартными обмотками. Волны импортозамещения. Блин, слово-то какое, не выговоришь. О чем, кстати, говорил В.В. Путин, да? Кем-то уважаемым, кем-то неуважаемым, как угодно можно относиться к этому человеку. Но об этом было сказано президентом. И независимость от китайских производителей магнитов. Китайцы на рынке магнитов рулят. Все это известно и диктуют свои цены. Асинхронное мотор-колесо Дуйнова демонстрирует неиспоримое преимущество над мотор-колесами с постоянными магнитами BLDC. Имеет низкие затраты в обслуживании, хороший накат, экономию электроэнергии до 40%. Низкий уровень шума, высокую надежность и длительный срок службы. Вот так вот, друзья. Такие вот новости. Что вам еще рассказать? Что дает владение акциями компании? Прибыль при продаже акций. То есть вы можете впоследствии продать эти акции и получить, ну, наверное, в сотни раз больше вложенного капитала. Как я говорил, обычно компании выходят на рынок, такие компании с ценой на акцию, в 11-25 долларов за акцию. Но я думаю, что здесь действительно будет в сотни раз больше. Либо можете не продавать. Вот я не собираюсь продавать свои акции, свои доли в компании. Оставаться со владельцем. И ежемесячная прибыль от дивидендов зависит от вашей доли. Кстати. Ну и льготы при покупке наших товаров. Компания Solar Group. То есть определенные группы, ну, там льготы люди будут иметь. Я уже говорил, да, где, ну, применяется все это хозяйство. Компания будет продавать лицензии на изобретение разработанных продуктов инженеринговым отделом. Розничная торговля, продажа товаров, то есть которые компания сама будет разрабатывать. Но в основном это будет разработка технологий. То есть продажа оборудования для выпуска продуктов производства, а также на основе для этого, ну, а также оснастки для этого оборудования. То есть применение будет самое широкое. Блин, простыл. Простите уже. Ну и параметры самого известного, да, электровелосипеда. Емкость батареи 29,4 ампер часов. Максимальная надежность, мощность, точнее, до 12 киловатт ограничена контроллером. Дальность пробега до 130 километров в час при средней скорости 25 километров в час. Ребята, максимальная скорость 120 километров в час этого велосипеда. Но на такой скорости никто не ездил. И разгоняли его до 101. Но при испытаниях 120 он показал. То есть, сами понимаете, придется права иметь, чтобы на таком велосипедике прокатиться. Параметры электродвигателя. Максимальная мощность до 20 киловатт в час. Максимальный момент до 200 нанометров. Так, что вам еще рассказать? Ну, опять, что получит инвестор, что мы с вами получаем, да? Это возможность на льготных условиях приобрести сейчас, ну, впоследствии продукцию. Рассматривается вопрос не всю, конечно, продукцию компании. Пожизненные дивиденды, еще раз повторюсь, которые будут кормить вас всю жизнь. И вас, и ваших внуков. Причем это считается имуществом. Если вы захотите продать свою долю в компании, то будете платить налог государству. Также вы дивиденды будете получать уже чистыми деньгами. Почему? Потому что все налоги уходят с самой компании, понимаете? То есть, сама компания будет выплачивать все налоги государству, заниматься всей рутинной работой. Вы же будете получать только чистые деньги. Но если захотите продать свою долю, извините, друзья, платите налог. Если вы продаете свое имущество. Так. Ну, не знаю, что еще. Команда, основная команда проекта, это сам Дмитрий Дуйнов, Евгений Дуйнов, инженер-технолог, и инженер-технолог Игорь Корохов. Учредители, СОВЛМАШ, АСПП, точнее, в СОВЛМАШ учредители входят СОЛЛАР ГРУП и АСПП. СОЛЛАР ГРУП с процентным соотношением 49,5. Сами понимаете, причины люди умные, да? То есть, ну, это необходимость такая. Такая договоренность, все договоренности сохраняются. Пакет документов, кто не знает, о переуступке долей был уже подготовлен и подан на регистрацию. То есть, СОВЛМАШ становится учредителем, точнее, СОВЛГРУП заболтался. СОВЛГРУП, СОВЛМАШ. СОВЛГРУП становится, СОВЛГРУП, она занимается тем, что привлекает инвестиции. Вот был создан документ, повторюсь. То есть, они стали становиться, или, возможно, уже стали, я не в курсе, возможно, уже встали, в следующей неделе покажут, учредителями СОВЛМАШ. Так, ну и где найти чуть побольше информации, я, возможно, размещу ссылки внизу под этим видео. Такие вот новости, друзья. На сегодняшний день. И сейчас вам поставлю видео, итоги за неделю. Кто хочет, заходите, ссылка на регистрацию внизу, инвестируйте, гарантируйте себе безбедное существование в будущем. Мы сейчас находимся на десятом этапе, и я зашел на четвертом. Ребята, не заметите, как летит время. Кажется, это было только вчера. Вот, надеюсь, в следующем году увидим уже готовое здание. Ну, то есть, время, команда работает, не покладая рук. Это мы с вами можем отдыхать, там, на шашлычки выезжать. Сейчас лето, такое вот хорошее лето, скажем так, да. Вот, отдыхать на дачах, а команда трудится и работает. Кто не видел, посмотрите, есть видео на самом сайте, где подписываются документы. Все, друзья, очень серьезно. У нас просто народ не привык инвестировать. Знаете, вот на Западе, это как-то больше распространено, там, любая домохозяйка, ну, почти каждая домохозяйка, вкладывает деньги в какие-то акции, в какую-то компанию, имеет с этого дивиденды. У нас это не развито, там порядка 70% населения, у нас менее, задумайтесь, менее 0,5% населения занимаются вот инвестированием. Мы же как привыкли, нам что обещали, ходи на завод, работай, будет все хорошо, будет тебе хорошая пенсия, будет тебе дом отдыха, будешь жить в шоколаде. К сожалению, друзья, никто о вас заботиться сейчас не будет, если вы сами о себе не позаботитесь. Я инвестирую, я доволен, и если в других проектах я о вас предупреждаю, там, думайте сами, решайте сами. Здесь скажу то же самое, думайте сами, решайте сами, но, добавлю маленькое но. Очень, поверьте, очень рекомендую вам приобрести долю в этой компании. Потом скажете спасибо. Вот гарантирую вам, скажете мне спасибо. Все, друзья, всем хорошего настроения, хороших заработков, хороших, ну, не знаю, хороших впечатлений, скажем так, да. Делитесь информацией с друзьями, близкими, знакомыми, делайте богатыми не только себя, но и своих знакомых, близких. Распространяйте информацию, кстати, на сайте при регистрации подпишите партнерское соглашение, и тогда компания вас будет благодарить за то, что если по вашей ссылке кто-то будет регистрироваться, вы будете получать определенный процент за это. То есть, вот такие вот дела. Ну все, еще раз всем удачи и приятного просмотра. До следующих публикаций. Солар Групп и наша команда, работники, перед которыми стоит задача работы по сайтам, ведут очень большой объем работы по подготовке официального сайта, по его наполнению и доведение до рабочего состояния. Работали здесь очень серьезно. Сейчас первоначальная модель сайта, она Солар Групп, она рабочая, но это всего лишь заглушка балланды, вызываем ее партнерами, участниками проекта. Что касается товарного знака, заявка подготовлена, написание товарного знака сделано. Как только материалы будут приняты, в Роспатенте мы получим официальное уведомление, мы этот товарный знак разместим на сайте, уже в качестве официального. Я думаю, вы посмотрите на него и поймете, что он не имеет ничего общего с теми предложениями и наработками, которые были предложены на первых этапах, о которых вы уже забыли и думать, наверное, все вместе. Поэтому, несмотря на то, что энтузиазм, уважаемые партнеры и коллеги, быстро погасает, мы тем не менее свою работу продолжаем делать, и невзирая ни на что. Если руки опустить, то ничего не будет. А так, на порывах делать что-то, ну, в душе, ты дела не сделаешь, к сожалению. Но, тем не менее, мы взяли на себя обязательства, мы их выполняем. Разберемся по порядку. Во-первых, что вообще такое асинхронный двигатель? Вот как он устроен вкратце. По обмоткам пускается ток, при переключении фаз поворачивается поле и поворачивается вектор магнитной индукции. У синхронной установки ротор поворачивается с той же частотой, что и результирующий вектор магнитного потока, создаваемый статором. В асинхронном двигателе ротор вращается медленнее, а вместо магнитов тяговый момент создается коротко замкнутыми витками. Без должной подготовки понять сложно, но объяснить попробуем. Существует два наиболее распространенных вида обмотки. По форме они напоминают треугольник и звезду. Собственно, так они и называются. Дуинов и его коллеги решили эти два типа совместить. Получилась так называемая «славянка». Она-то, собственно, и позволяет получить характеристики электромагнитного мотора, которых ранее не было.